В этом обучающем ролике от компании МИЦАР мы покажем принцип подготовки пациента к длительному ЭЭГ-обследованию. На данный момент в клинической нейрофизиологии существуют различные типы электродов. Мы решили их разделить на три основные группы. Во-первых, это электроды для рутинных исследований. Сильные стороны данных электродов — это универсальность и простота установки. Есть слабые стороны — это повышенная чувствительность к движению пациента и электрический артефакт. Во-вторых, это называемые шапочки с предустановленными электродами, которые предназначены для исследований не более 8 часов. Плюсы данных электродов — это простота установки и относительно высокое качество записи. Недостатки данных электродов — это также двигательные артефакты и неудобства пациента во время исследования. В-третьих, это чашечковые электроды для длительного ЭЭГ-исследования. Для установки чашечковых электродов нам понадобится следующее — непосредственно сами чашечковые электроды. Это электропроводящая паста. Это электропроводящий гель жидкий. Это колодий. Это шпатель, линейка для разметки. Нам необходимо разметить точки для установки электродов. Для этого мы будем использовать специальную линейку. Для разметки мы рекомендуем использовать зеленку, иодный раствор или раствор фруцелина. Берем тампон, промоченный фруцелиновым раствором, наносим его на кожу, делаем вращательное движение. После разметки точек мы переходим к следующему этапу. Следующий этап — это зачистка кожи с помощью специального крем-скраба. Нам понадобится сам крем-скраб, понадобится ватный тампон. Наносим на ватный тампон крем-скраб и переходим непосредственно к зачистке. 2-3 легких движения до легкого покраснения кожи. Электроды устанавливаются один за одним, и алгоритм всегда одинаковый. Первое — зачистка и обезжиривание кожи. Второе — установка электрода на пасту. Третье — установка тампона с колодием на электрод. Четвертое — просушка колодия. Пятая — проверка импеданса. Для проверки импеданса и качества записи мы будем использовать мобильное приложение. При установке электродов у нас может не получиться добиться идеального импеданса. Для улучшения мы можем использовать электропроводящий гель. Заключительный этап — жесткая фиксация электродов на голове. Для этого целесообразнее использовать трубчатый бинт или шапку Гиппократа. Фиксируем электроды при помощи трубчатого бинта. Продолжение следует... А 두� Coronц Алис Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok